Добрый день, товарищи! У меня сегодня убийственный день в плане лекции. Это уже пятая лекция. Это рекорд. Обычно их четыре. Вот, как прошел ваш семинар? Можете поделиться опытом? В прошлый раз семинар уже был, да? Ну что, есть польза? Нет, если было интересно, значит есть польза. Ну потому что, если вы еще будете как-то прорабатывать те задачки, которые там обсуждались, то польза точно будет. Вот, ну, что такое глобальная польза, это вопрос уже более сложный. Что такое остаточные знания по курсу? Через 10 лет можно вспомнить хоть что-нибудь, хоть из одного курса, если этим по жизни не занимаешься? Непонятно. Нет, ну, наверное, вы вспомните определение предела, и то еще не факт. А там определение интеграла, например, это уже вопрос на самом деле. Ну, это я так, через 10 лет. Сейчас еще, может быть, вы помните. Ладно, я вам обещал в прошлый раз сформулировать некую теорему. Я сейчас действительно позанимаюсь некоторое время с вами теорией. Вот, не практическими примерами, а просто порассказываю вам, что действительно можно сказать про оценки максимального правдоподобия и какие-то факты из теории вокруг этого. Вот, начну я с так называемых условий регулярности. Есть такой вот замечательный пункт программы. Есть такие условия регулярности статистической модели, которые нужны для формулировки теоремы и для многих разных полезных утверждений. Они бывают тоже довольно разными. То есть, не стоит думать, что те условия, как я их сейчас приведу, это прям вот абсолютно канонический вид. Бывает и другой вариант их определения. Но давайте я вот буду писать так, как мне привычнее. И, в общем, это достаточно общепринято. Это, конечно, более-менее все так и делают. Ну, прежде чем писать что-то, давайте я в очередной раз, не знаю уже в который, вот сколько было лекций, столько раз я это напоминаю, я просто напомню, как у нас все буковки устроены, да, что такое статистическая модель в принципе. То есть, мы работаем с выборкой, которая пронаблюдалась нами. Числа какие-то просто вещественные. У нас есть случайные величины, которые, как мы верим, реализовались как раз вот этими числами. То есть, какой-то омега туда попало и бац, повыскакивали x1, xn. Эти случайные величины независимо одинаково распределены. То есть, это я, знаете, как просто панамарь на молитве, каждый раз готов напоминать. Тут ничего нового нет. Значит, x, даже не x и t, а fx и t, функция распределения, находится в некотором параметризованном множестве, θ из θ большого. Ну, давайте, наверное, формулировать те теоремы, которые касаются метода максимального правдоподобия, для простоты только в случае, когда параметр одномерный. То есть, у нас θ большое находится в R1, а не в Rm, как это бывает в общем случае. Ну, то есть, θ это один такой скалярный, как говорят, не векторный параметр. Один. Один параметр. Мы его оцениваем как-то. Вот. Значит, что такое условие регулярности? А, и еще у нас есть кое-что. Значит, мы в прошлый раз говорили, что такое L, да, функция правдоподобия. И для того, чтобы дать ее определение, мы еще вводили функцию F, которая была плотностью или вероятностью в зависимости от того, в абсолютно непрерывном случае мы находимся, или в дискретном. Ну, давайте я вот здесь еще напишу, что мы вводили вот такую функцию F от x с точкой с запятой θ, которая была P θ от x равняется x, ну, или же P маленькая x от x θ. Мне кажется, я ровно так писал в прошлый раз. Чуть-чуть несимметрично, то есть здесь зависимость от θ я указал в индексе вероятности того, что кси принимает значение x. Ну, кси же зависит от θ, поэтому вероятность, как мера порождаемая этой функцией, она зависит от θ. Вот. Ну, и плотность, если мы находимся в абсолютно непрерывном случае, тоже, конечно, зависит от θ. Просто здесь я кси написал снизу, поэтому θ написал сбоку. Вот. Но это все ерунда. И вот как произведение этих F как раз у нас получалась функция правдоподобия. L от x1, xn с точкой с запятой θ это произведение по i от 1 до n F от x и t с запятой θ. Вот так. Ну, просто напоминаю те обозначения, которые были в прошлый раз, чтобы вам легче было воспринимать, благо это было 2 недели назад, так что-то ну как. Вот. Условия регулярно сейчас, наконец, дойду до них. Давайте введем вот такое множество А, во-первых. Это будет множество таких x, что F от xθ не равняется нулю. Ну, или строго больше, чем 0. F – это вероятность или плотность, поэтому отрицательная она уж никак быть не может. Она может быть только не отрицательной, да? Положительной или нулевой. Вот мы рассмотрим такой носитель этой вероятности. Ну, знаете, слово «носитель», да? Множество, где она отлична от нуля. Вот. Первое условие регулярности состоит в том, что это множество не зависит от параметра. Само условие состоит в том, что А не зависит от этого. Чтобы было понятно, почему такое условие вообще имеет право на существование, что бывает и обратное, давайте контрпример, вот так я в скобках напишу, контрпример, когда это условие нарушается. Это, конечно, равномерное распределение с неизвестным правым концом, для которого мы в прошлый раз считали вообще-то оценку максимума правдоподобия. Помните? Там была n-ая порядковая статистика, максимальное значение элементов выборки, вот, как оценка максимального правдоподобия. Но вот в условии регулярности эта модель не укладывается. То есть, вы понимаете, я собираюсь сформулировать некие результаты, заранее фиксирую для них некие условия регулярности, но уже видно, что часть моделей, с которыми вполне можно иметь дело, и с которыми мы имели дело в конкретных ситуациях, она не будет укладываться в ту формулировку, которую мы в итоге получим. Ну, так бывает. То есть, эта формулировка, которая получится, это некий частный случай того многообразия результатов, которые можно формулировать. Да, действительно, из него выпадает равномерная модель, которую очень даже содержать. Сразу, прямо на первом пункте выпадает. Потому что носитель плотности здесь 0 θ, он зависит от параметра θ. Так, второе условие регулярности – это совсем простая вещь. f от х θ дифференцируемо по θ на вот этом множестве а. Ну, просто такое условие гладкости. Можно плотность продифференцировать по θ. Ну, это понятно, зачем нужно вообще говоря. Нам же, наверное, захочется решать уравнение правдоподобия. Ну, как обычно, логарифмировать функцию l, и потом частным образом дифференцировать по θ. Но если у нас параметр один, то частным – это просто обычный штрих. Вот не будет частного дифференцирования, потому что θ – это одномерный параметр сейчас. Вот. Ну, дифференцируемое – хорошо, гладенькое такое. И третье условие, оно самое интересное в том смысле, что оно будет сейчас совершенно непонятно априори, но я очень постараюсь его пояснить, в чем его смысл. Давайте введем такую функцию u для начала. Ну, от х и θ она зависит. Значит, это будет по определению d логарифм f от х θ по d θ. Ну, опять, я вот зачем-то рисую частное дифференцирование, можно просто штрих написать. Можно просто d по d θ прямыми буковками. Дифференцируем по θ логарифм вот этой вот плотности или вероятности в зависимости от того, с какой моделью мы имеем дело. Дискретно или абсолютно непрерывно. Ну, так кажется, уже страшноватенько, конечно. Это мы пока просто ввели функцию какую-то. Бог знает, что она означает, да? Да. Ну, да, наверное, хорошо имеется в виду, что по х тоже можно дифференцировать. Давайте считать, что я это имел в виду. Ну, то есть вопрос из зала, который не слышали люди, сидящие в зуме, состоял в том, что, наверное, я на самом деле корректно написал частную производную, потому что у f есть зависимость не только от θ, но и от х. И в этом смысле непонятно, что такое штрих, по кому мы дифференцируем. Поэтому лучше четко сказать. Но х считается константой относительно θ, конечно. Вот, да, правильно. Я думаю, что я не зря нарисовал частную производную. Спасибо за уточнение. Вы, наверное, правы. Действительно, иначе было бы непонятно. Ну, как-то вот так. Ну, вроде несколько перемен. Да, да, да. Так, теперь смотрите, вот когда мы это все дифференцирование произведем, что бы это ни значило. Ну, взяли конкретную случайную величину с конкретной плотностью, например. Представьте себе, нормальную, да? Взяли от нее логарифм, вот от этой штуковины, от плотности. Продифференцировали. Давайте я прям пример приведу, чтобы было понятно. Вот давайте действительно возьмем f от х θ в нормальной модели. Это у нас 1 поделить на корень из 2π. Стандартный, нормальный модель. Ну, стандартный, там, θ какой-то надо параметров все-таки ввести. Пусть будет не стандартный, а смещенный на θ. То есть θ средняя, единица дисперсии. Вот, так давай я прям плотность выпишу. х минус θ в квадрате поделить пополам. Ну, стандартная вот история с нормальной моделью, у которой θ средняя, а дисперсия единица. Вот, тогда логарифм f от х θ. Я не дописал условия, сейчас я допишу, но я хочу, чтобы было понятно, что происходит. Логарифм f от х θ, это минус логарифм от корня из 2π минус х минус θ в квадрате пополам. Ну, происходит и происходит. Это можно продифференцировать по θ, да? d логарифм от f от х θ. Дифференцируем по θ и получаем 2х минус θ пополам. Ну, то есть просто х минус θ. Очень простое выражение, на самом деле. То есть казалось страшной эта функция у, а вот видите, в конкретном примере она очень даже не страшная. Вот, теперь я хочу в рамках третьего свойства, третьего условия регулярности, которое скоро допишу, но еще не дописал, скоро допишу. Вот я хочу в его рамках теперь, вот в этом месте, х заменить на кси на случайную величину, как мы это часто делаем. То есть обобщить, взять не конкретный элемент выборки, а подставить сюда ту случайную величину, которая может порождать любые элементы выборки. То есть я вот в этом месте буду рассматривать вот это у как функцию от кси и θ. Вот здесь я написал х, чтобы вас не пугать. Но я, конечно, могу здесь х написать, просто мы сначала это интерпретируем как х и спокойно дифференцируем, чтобы не пугаться и не представлять себе какую-то странную случайную величину в этом месте. Мы грифмируем, дифференцируем, получаем некое выражение, вот как в этом примере, а потом х в нем заменяем на кси. Тогда это уже случайная величина, и условие 3, которое условие регулярности, оно двоякое. Во-первых, математическое ожидание у равняется нулю, имеется в виду тождественно на всем параметрическом множестве для любого θ из θ большого. Это условие, это уже не следствие какое-то, это условие регулярности. И второе условие – 0 меньше, чем дисперсия, уменьши, чем бесконечность. Ну, дисперсия, да. Сейчас я поясню не вот это условие, но это условие какое-то понятное, в общем, дисперсия просто у не вырождена. Дисперсия не равна нулю, это у не вырождена. Дисперсия меньше бесконечности, ну, вот такое условие. Вот более интересное условие – это то, что EU равняется нулю. Что значит мат ожидания равняется нулю, в каком-то смысле. Что это вообще по сути означает? Вот давайте здесь тоже после этого примера я прокомментирую, что такое математическое ожидание U. Математическое ожидание U. Ну, опять, надо понимать, что тут может быть дискретный случай, а может быть абсолютно непрерывный. Давайте я буду рисовать интегралы, как будто мы находимся в абсолютно непрерывном случае. Но вы будете понимать, что если мы находимся в дискретном случае, то просто интеграл надо заменить на сигму, а плотность надо заменить на, соответственно, вот эту вероятность. То есть это то же самое. То два раза одно и то же писать, ну, как-то глупо. Но тогда EU – это интеграл, причем по А, ну, так, вообще говоря, по всей прямой, но там же плотность сейчас будет написана, плотность не равна нулю только на А. Вот. D логарифм F от X уже опять тета, по D тета, и умножить на плотность F от X тета, по DX. Правильно? Вроде правильно написал. Теперь смотрите, производная сложной функции, логарифм F. Это производная F поделить на F. Ну, потому что производная логарифма – это один поделительный его аргумент. Смотрите, когда мы делим на F, я надеюсь, это можно воспринять на слух, но если надо, я перепишу. Когда мы делим на F, вот это F сокращается. Я специально интегрирую по А, чтобы не было вопросов, как делить на 0. Ну, понятно. Вот. F сокращается, и остается только DF по D тета. То есть, вот этот интеграл превращается в интеграл по А, DF по D тета на DX. Ну, я уж не пишу аргумент F, понятно, DF по D тета на DX. Теперь смотрите, мы можем отдельно взять интеграл по А, просто F. Ну, хорошо, пусть будут аргументы. От X тета до X. Это, конечно, единица для любого тета. Речь идет про плотность. Плотность интегрируется по своему носителю в единицу. А наше условие регулярности говорит нам о том, что интеграл вот от этой производной тождественно равен нулю. Равен нулю на всех тета из тета большого. Равен нулю. То есть, в каком-то смысле, смотрите, вот если мы продифференцируем вот эту штуку справа и слева по D тета, то справа получится тоже ноль тождественный, а слева получится производная от интеграла. А здесь написано в условии, что интеграл от производной это тождественный ноль. То есть, в каком-то смысле, третье вот это условие регулярности, это перестановочность производной и интеграла. Условие на то, что тоже условие гладкости, которое говорит о том, что производную по тета можно переставить с интегралом. Это смысл пункта 3. Ну, про дисперсию сейчас я еще кое-что скажу. Это само по себе интересно. Значит, что такое дисперсия U? Ну, понятно, что дисперсия U это просто математическое ожидание D логарифм F от кси тета по D тета в квадрате, потому что мы потребовали, чтобы математическое ожидание без квадрата равнялось нулю. Дисперсия это второй момент минус квадрат математического ожидания, но вычитаемое равно нулю по условию, которую мы только что обсуждали. Поэтому это второй момент, просто безвычитаемое. Это дисперсия. Вот эта штука обозначается, в свою очередь, I1 от тета. Очень важная вещь. Буква I здесь не от слова индикатора, а от слова информации. Есть такое важное выражение, которое много где используется, в том числе на практике, не только вот в статистике, но и всяком машинам обучения и так далее. Называется информация фишера. Есть такое выражение, информация фишера. Ну, это некая функция информации, которая зависит от элементов выборки, которая какую-то информацию о выборке в себе содержит. Ее обычно обозначают вот так, и с индексом N от тета, и по большому счету это просто N раз и 1 от тета. Ну, по-другому можно сказать следующим образом. Информация фишера, взятая по всей выборке, а не по одному ее элементу, как здесь, здесь же одна только случайная величина, это на самом деле то же самое, то есть математическое ожидание, D логарифм, а здесь надо вместо F написать L, и в качестве аргументов взять кси 1, и так далее, кси N, точка с запятой тета, ну и продифференцировать по тету. Когда вы логарифмируете функцию L, вы получаете в аккурат сумму вот таких вот штуковин. Поскольку у нас случайные величины независимые, то дисперсия суммы – это сумма дисперсий. Поэтому получается просто N раз вот эта вот дисперсия. Все величины одинаково распределены. Слушайте, товарищи, я вот в этом месте не гоню. Значит, давайте так, вот это давайте считать определением, вот это равенство, это определение информации Фишера от всей выборки в целом. Так, я квадрат, по-моему, не нарисовал. Квадратки же надо нарисовать, куда деваться. Это важно. Но квадрат есть и тут, и есть и тут. Вот это определение информации Фишера. Оно отличается от вот этой дисперсии U только тем, что здесь F от 1 к C, а L – это произведение таких F. Но когда вы логарифмируете это произведение, вы здесь получаете сумму логарифмов. Ну, потом получается сумма производных от этих логарифмов. Но дисперсия суммы – это сумма дисперсий, поскольку случайные величины независимы. Это и есть дисперсия. То есть, ну, я могу по-другому написать. Это могу написать… Да, это и есть дисперсия, потому что я вычитаю здесь вообще говоря E, но E равно 0. Потому что оно берется от суммы, дальше применяем линейность, получаем 0. Поэтому получается вот это вот. Вот так надо это читать. Вот определение. А поэтому получается, что это просто N раз и 1 от T. Ну, такая вот штука. Зачем она нужна, например? Ну, мы сейчас сформулируем теорему, конечно, про наши замечательные оценки максимума правдоподобия. Но не только этим она славна. Есть еще одно замечательное утверждение, несложное совсем. Значит, я разленился что-либо доказывать, потому что курс такой, который не предполагает экзамен. Я сейчас теорему сформулирую, у нее смысл очень содержательный, доказательство несложное. Там типа, ну, в общем, неравенство Гёльдера какое-то надо написать, или даже просто Каши Буняковского, и все получится. Вот. Но утверждение содержательное очень. Пусть наша модель находится в условиях 1.3, в условиях регулярности, то есть выполнено условие 1.3, которые мы сейчас называем условиями регулярности. Пусть дополнительно еще имеет место следующее условие гладкости. Значит, пусть θn с крышкой некоторая, давайте, несмещенная, для простоты пусть будет несмещенная, оценка вот этого нашего неизвестного параметра θ. тета. Вот. И давайте еще дополнительно предположим, что математическое ожидание ttn с крышкой можно дифференцировать по тета под знаком интеграла. Ну, примерно, как условие 3, только относительно тета n с крышкой, как самой оценки. Можно дифференцировать по тета под знаком интеграла. Так, сейчас я сбоку напишу, что это значит, чтобы точно было понятно. Интеграла. Значит, смысл такой. Что такое математическое ожидание ttn с крышкой? Это интеграл по А, естественно. Здесь будет тета n с крышкой от x1, так далее, xn. Так, немножко нехорошо. Нет, давайте не по А. Так, ttn с крышкой от x1, xn. Извините, я что-то зарапортовался. А здесь будет просто l от x1, так далее, xn тета по dx1, dxn. Но здесь давайте я напишу PRn. Это мат ожидания ttn с крышкой. Так вот, возможность его дифференцировать под знаком интеграла означает, что если я возьму d под от тета извне, то это то же самое, что я продифференцирую функцию правдоподобия. Ну, просто чтобы вы понимали, что зависимость от тета, она находится внутри функции правдоподобия. И возможность занести дифференцирование по тета под знак интеграла, это вот сюда. Просто это прокомментировал. Вот есть такое дополнительное условие гладкости некое. Неважно, для чего оно сейчас нужно. Ну, нужно и нужно. Там переставить порядок интегрирования и дифференцирования иногда нужно. Так вот, тогда дисперсия ttn с крышкой, которая, как мы знаем, есть очень содержательная характеристика оценки. Это в каком смысле мера ее эффективности. Как быстро она сходится к нужному качеству. Сколько нужно объем выборки взять, чтобы она была с данной точностью. Так вот, дисперсия не может быть меньше, не может быть меньше, чем один поделить на информацию Фишера. Такой вот замечательный, совершенно, ну, в каком смысле неожиданный, может быть, для вас, слушателей, результат. Потому что мы говорим условия регулярности, да. Модель регулярная. То есть кажется, что она хорошая, да, такая вот регулярная, хорошая, дифференцируемая. А утверждается, что если она хорошая, дифференцируемая, то мы не сможем придумать оценку со слишком быстро стремящейся к нулю дисперсией. Ну, здесь она стремится к нулю примерно как единица поделить на n, потому что информация Фишера – это n раз некоторая константа. То есть она стремится к нулю, конечно, вот таким вот определенным образом, может стремиться, но точно не быстрее. Такое, знаете, какое-то соотношение неопределенности, что ли, вот как в физике бывает? Что-то в таком духе. Это именно за счет регулярности. Давайте я сразу вот здесь в скобках замечу, что если вы возьмете уже отбракованную нами на первом шаге модель R от 0 тета с неизвестным параметром правого конца равномерного распределения, она не укладывается в условия регулярности. И посчитаете для нее, а я когда-то давал такое упражнение, но я давал упражнение посчитать мат ожидания. Значит, я напомню, здесь оценка максимального правдоподобия, которую мы нашли две недели назад, это x с индексом n, максимальный элемент выборки. n-ная порядковая статистика. Я сегодня уже напоминал, но я сейчас напишу прямо явно. Вот когда-то я давал упражнение найти для равномерного распределения хотя бы на отрезке 0,1, 0, тета, ну понятно, там просто отнормировать, и все получится. Математическое ожидание xn было такое точно совершенно. И даже не xn-ного, а xкат-ого. Любой порядковой статистики. Я говорил, вот если у нас исходная выборка имеет равномерное распределение на отрезке, найдите-ка, пожалуйста, математическое ожидание катой порядковой статистики. Ну, n-ной там проще. Я даже создавал интуицию, что они там так будут последовательно располагаться по отрезку. Вот, поэтому мат ожидания я говорил. А вот если вы не только мат ожидания теперь посчитаете, а если вы еще посчитаете дисперсию xn-ного, то вы убедитесь, что эта дисперсия стремится к нулю по порядку, как единица поделить на n в квадрате. Ну вот посчитайте. Я не буду считать, немножко скучно, а вы все-таки посчитайте. То есть в условиях регулярности выполняется вот такое соотношение, ну так сказать, неопределенности. Слишком маленькой дисперсии не бывает. Слишком высокоэффективной оценки вы не найдете. А если нет условий регулярности, то вот вам пример ситуации, когда оценки бывают, причем максимального, правдоподобия. Сверхэффективными. Сверхэффективными в том смысле, что в условиях регулярности 1 на n, а у них нет условий регулярности, там будет 1 на n в квадрате. Ну слушай, какая эффективность, это офигенно. Это называется сверхэффективность. Ну это такой термин. Очень быстро стремящаяся к нулю дисперсия в отсутствии условий регулярности. Такой классический пример. То есть, конечно, можно заниматься оценками максимального правдоподобия в этой ситуации. Такая вот история. Теперь, вот эта теорема называется неравенство Рао Крамера. Это классический результат. У него есть авторы. Неравенство, естественно, Рао Крамера. Ну, фамилия даже так пишется, что там ясно, что ударение на Е. Ударение стоит. Не, ну он действительно Крамер, не Крамер. Вот. И сейчас, наверное, я готов, наконец, сформулировать пресловутую теорему про свойства оценок максимального правдоподобия в условиях регулярности. То есть, вы еще раз и еще раз четко должны понимать, вот бывают такие шикарные оценки максимального правдоподобия в отсутствии условий регулярности. А сейчас я сформулирую теорему про то, какие они бывают шикарные при наличии условий регулярности. Это хорошие оценки, они действительно очень неплохо работают. теорема такая. Пусть выполнены условия 1.3, но это не все. Надо еще немножко наложить там ограничений. Пусть дополнительно f от x это виноват трижды дифференцируема по тета. Трижды. Не просто, не один раз, как в пункте 2, а трижды дифференцируема по тета. Не, ну хотите, пусть она будет аналитической, конечно, или там какой, c бесконечность, но это, конечно, сильнее. Но вот, если очень постараться, можно и с таким условием справиться. Трижды дифференцируема по тета. Причем вот это самое третье производное d f от кси уже, давайте я напишу, вот как здесь такой же смысл подстановки кси. То есть мы сначала дифференцируем, потом подставляем. d f кси от d f 3, да? d так, f от кси по d так, я куда-то не туда сосунул эту троечку, но, в общем, третья частная производная по тета. Вот, а она, если взять от нее математическое ожидание, ограничено некоторой функцией, ой, черт, не то сказал, она ограничена некоторой функцией, h от кси, такой, что математическое ожидание h меньше бесконечности. Вот, такой вот, знаете, царство математики. Просто величие математической мысли. То есть третья частная производная от f оценивается некоторой функцией, у которой конечно математическое ожидание. Ну, ладно, товарищи, ну, бесконечно пусть дифференцируемо, ладно, ладно, для практики это все, конечно имеет условное значение, но математики любят вот поковыряться в таких тонкостях, хотя иногда это работает. Трижды дифференцировано, причем вот эта третья производная ограничена функцией, мат ожидания которой меньше бесконечности. Вот, тогда решение уравнения д д логарифм л равняется нулю, ну, то есть того, который является необходимым условием экстремума. Это действительно оценка максимального правдоподобия, то есть вот в этих условиях регулярности не нужно проверять, в принципе не нужно проверять, что это именно максимум, а не какой-то экстремум. тогда решение уравнения является оценкой максимального правдоподобия, и я хочу отметить, что все примеры, которые мы рассматривали две недели назад, они, конечно, с запасом обладали этим свойством, кроме единственного случая, который касался равномерного распределения, и который вообще никуда здесь не укладывается, начиная с пункта 1. То есть в прошлый раз у нас была куча регулярных моделей, типа нормальной, биномиальной, вот они все были регулярные, и мы не проверяли для них, что найденное нами решение дает точку экстремума, дает точку максимума, необходимые условия, а мы говорили, да не надо проверять, конечно, да конечно, достаточно, все понятно, но на самом деле это следствие из вот этой теоремы, причем там с большим запасом, потому что все эти модели были не то, что трижды дифференцируемы, а бесконечное число раз дифференцируемы, конечно, повторяю, кроме равномерного распределения, которое сюда вообще никак не укладывается, вот, так вот, тогда решение уравнения вот такого действительно является оценкой максимума правдоподобия, реализует настоящий максимум, причем обладает следующими свойствами. Причем эта оценка асимптотически нормальна, ну, то есть автоматом состоятельна, конечно, как и оценка по методу моментов, асимптотически нормально, с асимптотической дисперсией единица поделить на i1 от тета, информация Фишера при n равном единице, и среди всех асимптотически нормальных оценок эта дисперсия глобально самая маленькая, коротко коротко словами это называется оценка асимптотически эффективна, то есть среди всех асимптотически нормальных оценок она имеет самую маленькую асимптотическую дисперсию, это словами называется асимптотически эффективная оценка, вот такая вот хорошая оценка максимального правдоподобия то есть в условиях регулярности в которых дисперсия вроде как не может быть слишком маленькой она тем не менее асимптотически эффективна, то есть она имеет самую маленькую дисперсию по сути вот это надо понимать дисперсия не может быть меньше но вот она-то как раз и имеет самую маленькую дисперсию а если оценка не удовлетворяет условиям регулярности модель не удовлетворяет условиям регулярности то вот Вот вам пример с равномерным распределением, в котором тоже все очень круто, просто не укладывается в эту теорему. Надо так понимать. Ну и еще один пример, который я бы вам предложил посмотреть, интересный, завершая эту тему, я бы вот его написал. Может, что-нибудь сразу сообразит. Ну, кто даже не сообразит, но услышит ответ, тот пусть подумает, почему это так. Вот у нас, среди прочего, была такая модель, называется распределение Лапласа с неизвестным параметром сдвига. Была у нас такая задачка про параметры сдвига для симметричных плотностей. Помните, там сравнивали как раз асимптотические дисперсии. Так вот, эта модель, очевидно, тоже нерегулярная, потому что здесь модуль, и вы его не сможете продифференцировать. Она, конечно, нерегулярная. Тем не менее, предлагается подумать над вопросом, а что сейчас в этой модели является оценкой максимального правдоподобия? Ну, не сейчас, а вообще. Что в этой модели является оценкой максимального правдоподобия для неизвестного параметра сдвига? Ну, если кто-нибудь мгновенно скажет, я это сейчас зафиксирую, а все, кто сходу не сообразит, тебе подумают, почему это так как-то обосновать. Это тоже пример нерегулярной модели, в которой оценка хорошая, на самом деле, получается достаточно, и мы об этом знаем. Ну, а давайте я, наверное, немножко объясню, я не буду доказывать, докажете сами, чуть-чуть объясню, что нам надо сделать. Нам надо перемножить вот эти плотности по элементам выборки, да, найти функцию правдоподобия. l, конечно, у нас получится 1, 2 в n на произведение, давайте так, на e в степени минус сумма по e от 1 до n, модулек сытая минус тета. Произведение по e от 1 до n экспонент – это e в степени сумма. Правильно? Если мы хотим найти максимум правдоподобия, то, глядя на этот минус, мы быстренько соображаем, что нам нужен минимум вот этой суммы. Нас интересует сумма по e от 1 до n, модулек сытая минус тета, на минимум найти такую точку, в которой достигается минимум вот этого выражения, вот этой суммы. Смысл очень простой. У вас по прямой расставлены какие-то числа, x1, xn, элементы выборки, и вам надо найти такую точку, сумма расстояний от которой до вот этих расставленных чисел, до элементов выборки, минимальна. Где такая точка? Расставлены прямые числа, да? Надо найти точку, от которой сумма расстояний минимальна. Посередине, ну как это называется-то? Мед. Медиана. Это называется медиана. Вот подумайте над тем, что ттн с крышкой, которая ОМП, то есть, которая минимизирует эту сумму, это такая классическая задача геометрии, на самом деле. Это медиана. Мед, как мы ее обозначали, это выборочная медиана. Именно вот у вас точки расставлены, и вам надо найти серединку, в смысле, либо среднюю точку внутри вот этого, как он называется, вариационного ряда. Либо вы берете две средних точки, и просто середину, действительно, отрезка, который их соединяет. Вот. Но это надо доказать. Я так совсем уж в сторону, если кто-то участвовал в школьных олимпиадах или кружках, может быть, слышал, что у вот этой задачи есть двумерное содержательное очень обобщение, которое гораздо сложнее, чем упражнение про медиану. А именно вот на плоскости расставьте некоторое количество точек, и тоже попробуйте поискать точку, которая минимизирует сумму расстояний до данных. Даже для трех точек это не очевидно. Это специальная точка, некая точка, там, Торичели, которая для треугольника существует. Для четырех-пяти точек это уже глубокая проблема, то есть, там, начиная с какого-то момента, есть только алгоритмы, которые ищут точку, такую вот, минимизирующую сумму расстояний. А точного ответа нет. Ну, это так, просто в сторону, это к статистике не то, чтобы имеет непосредственное отношение, просто интересно. Вот, а это непосредственное отношение имеет. Но мы же знаем с вами, что медиана, она как минимум асимптотически нормальна. Она может быть иногда лучше, иногда хуже, но вот здесь она лучше, чем x-чертой как раз. Если вы вдруг помните, мы считали, медиана имеет меньшую асимптотическую дисперсию, чем x-чертой конкретно в модели Лапласа со сдвигом. Вот, так что надо понимать, есть теорема жуткая, но она крутая, она работает в куче известных моделей. А есть куча других моделей, которые не укладываются в теорему, но они тоже крутые, там тоже оценка максимума правдоподобия супер наработает. Как-то так это надо понимать. Вот, давайте я еще немножко расскажу сегодня про интервальные оценки. Я, наверное, закончу на этом оценки точечные и сделаю небольшую тему, которая про оценки доверительными интервалами. Тоже очень важная вещь. Ну, тут мне хватит, наверное, буквально нескольких примеров, тем не менее. Вот, смотрите, еще раз, чтобы вы услышали точно совершенно, что я сказал. У нас была большая тема точечной оценки. Точечными они были в том смысле, что мы оценку понимали как функцию, которая должна своим значением точечно приблизиться, прицельно точечно приблизиться к значению неизвестного параметра. И дальше мы оценивали качество этой оценки с помощью несмещенности, состоятельности, там, асимпатической нормальности, эффективности. Придумали, как строить вот эти оценки, поняли, что строим их хорошо, ОМП сильными свойствами обладает. Вот, а бывают интервальные оценки. Идея такая, что мы хотим не одной функции приблизиться к значению параметра, ну, там, сойтись по вероятности или мат ожидания, чтобы было такое же, а двумя, зажать ее между двумя функциями, так, чтобы она с высокой вероятностью между ними лежала, получится то, что называется доверительный интервал. Ну, давайте, это такая не очень большая тема в рамках курса, по крайней мере, теоретической его части, но это очень важная вещь, понятие доверительного интервала. Оно часто используется при проверке гипотез, ну, просто вот строится для практических нужд. Что определение такое, пусть дано число альфа из отрезка или из интервала 0,1, это будет уровень доверия, который мы будем, как бы это сказать, приписывать данному интервалу. Тогда доверительным интервалом вот с этим уровнем доверия, ну, пусть доверительной вероятностью, может быть, альфа, доверительной вероятностью альфа, называется пара случайных величин ТТН1 с крышкой от КСИ1 и так далее КСИН, ТТН2 с крышкой от КСИ1 и так далее КСИН, таких, что вероятность, с которой ТТ неизвестный параметр, то есть постановка задачи стандартная, у нас есть выборка, мы не знаем параметр, с которой неизвестный параметр попадет на отрезок с концами ТТН1 с крышкой, давайте я коротко напишу ТТН2 с крышкой, больше либо равняется альфа. Я не пишу точное равенство, потому что не всегда можно решить соответствующее уравнение. Ну, вообще, наверное, интуитивно лучше читать даже не с какой вероятностью ТТ принадлежит, а с какой вероятностью вот этот отрезок со случайными концами накрывает неизвестный параметр, потому что вероятность, конечно, берется относительно вот этой случайности, здесь вся случайность заложена. ТТ – это конкретное число, ну, неизвестное, конечно, но некое число. А случайность, она заложена вот в этих концах. Я специально сказал, что вот эта пара случайных величин, вот вероятность, с которой эта пара случайных величин образует отрезок, накрывающий неизвестный параметр ТТН, хотелось бы, чтобы она была не меньше, чем альфа. Тогда мы говорим про уровень доверия альфа к вот этому доверительному интервалу. Ну, и, конечно, так, в теории задача построить как можно более узенькие интервалы по заданной доверительной вероятности. Придумать такие концы, чтобы, по возможности, ну, они, может быть, стремились друг к дружке, или как минимум получался не очень длинный интервал. Есть и другие варианты определения. Бывают асимптотические доверительные интервалы, асимптотические доверительные интервалы. Это тоже более правдоподобно, чем точно решить уравнение, равняется альфа, да и кому это особо нужно. В этом случае предполагается, что вероятность накрытия ТТА вот этим отрезком из случайных величин попадания ТТА на отрезок с концами из случайных величин асимптотически равна альфа. Ну, то есть стремиться к альфа при n, стремящемся к бесконечности. Ну, тут все-таки равенство обычно пишут. Так тоже иногда бывает. Можно построить асимптотические доверительные интервалы. Вот, доверительные интервалы бывают не только двухсторонними. Здесь они двухсторонние в том смысле, что с обоих, вернее, концов у нас случайные величины. Бывают и односторонние доверительные интервалы, лучи. Когда хочется гарантированно, не гарантировать, а получить, что вероятность не меньше альфа или стремиться к альфа, но не того, что ТТА лежит вот на таком отрезке, а что ТТА, скажем, не меньше, чем какой-нибудь ТТН с крышкой, или ТТА не больше. Чем ТТН с крышкой. Вот просто, чтобы вы понимали, это называется двухсторонний доверительный интервал, а то, что я только что сказал, это называется односторонний доверительный интервал. Ну, я сейчас приведу примеры двухсторонних доверительных интервалов. Наверное, за оставшееся время парочку построим. И на этом на сегодня закончим. Ну, елки-палки, опять танцевать. Хорошо же такое. Так, товарищ, я не достер с доски. Сейчас построим доверительные интервальчики для параметров нормального распределения. И будет нам счастье. Так, ну вот, пример просто. Один. Давайте считать, что КСИТА, ну, то есть случайные причины, которые породили выборку, имеют нормальное распределение с неизвестным параметром ТТА математического ожидания и известной дисперсией СИГМА квадрата. Значит, СИГМА обозначена именно СИГМА, а не ТТА, потому что мы считаем, что мы это число знаем. Откуда-то нам сообщили. А мат-ожидание не знаем и хотим оценить его теперь не точечно, как иксочертой, да? Какой-нибудь интервальчик найти, чтобы вероятность попадания в него равнялась или больше, либо равнялась альфа. Такая глубокая и в то же время поверхностная идея состоит в следующем. Давайте попробуем подогнать к чему-нибудь стандартному. К какому-нибудь стандартному распределению. Ну, хоть к нормальному, да, но только к стандартному. Вот в данном случае, что бы не подогнать к нормальному стандартному распределению? У него все же в таблицах есть, все зашито в программы теперь, но раньше только таблицами пользовались. Возьмете любую книжку по статистике, там в конце куча таблиц. А таблица знаете чего? Квантилий. Помните, я вам давал определение квантилии? Давал! Вот как раз медиана, вот тут видите, медиана еще сохранилась. Вот тогда же и давал. То есть, если у вас есть функция распределения какая-то, то квантиль уровня альфа – это просто решение вот такого уравнения. Альфа-квантиль – это такая точка, в которой f от x альфа равняется альфа. Ну, я тогда комментировал, что опять это решение может быть не единственным. Берем, например, инфимум, точную нижнюю грань, и называем это квантиль. x1, 2 – это как раз медиана. Ну, а вот квантиль, альфа-квантиль – это вот такая штука. Если вдруг задумаете пользоваться таблицами, а не компьютером, что в принципе можно, берете книжку по статистике, там в конце куча таблиц. Вы внимательно смотрите, там квантили написаны или критические точки. Значит, иногда они хитро пишут, они пишут решение вот такого уравнения, называют это критической точкой. Это издевательство и подстава. Ну, вы должны, конечно, понимать, когда вы там проверяете чиселки, что у вас не квантиль явно получилось, а бог знает что. Вот, квантиль – это все-таки решение вот такого уравнения. Вот, это полезное знание, и квантили, например, нормального стандартного распределения, конечно, есть в любой таблице и в любой программе, которая работает со статистикой. Вот идея такая, давайте попробуем подогнать это к какому-нибудь распределению, квантиль которого мы легко можем найти. Ну, как подогнать? Можно, конечно, сделать по-дурацки. Помните, когда мы в самом начале обсуждали соотношение между несмещенностью и состоятельностью? Мы для математического ожидания в качестве оценки взяли первый элемент выборки. Это была несмещенная оценка. Но не рожна несостоятельная, да? Вот здесь можно поступить по-дурацки. Можно взять кси1, вычесть тета и разделить на сигма. Но согласитесь, что у нас получится n0,1, а? Отцентрировали, вычли мат ожидания, ну, естественно, в 0 оно пришло. Отнормировали на сигма, поскольку, когда берешь дисперсию, сигма возведется в квадрат, ну, значит, поделили и получили 1. Стандартное действие, да? Понимаете? Прекрасно, все, вот квантили есть. Но тут что-то как-то очень мало элементов, вряд ли получится релевантный интервал в итоге. Конечно, разумнее попробовать сложить, как всегда, по i от 1 до n кси и т минус тета на сигма. Так, кто помнит, что получится, какое распределение? Это сумма независимых стандартных нормальных величин. Конечно, тоже нормальное, нули сложатся в 0, а единички сложатся в n. Потому что, ну как, независимые же величины складываются. Ясно, что мат ожидания складываются, дисперсии просто складываются. Тут ничего умного нет. Но заметьте, что это сигма квадрат. Так, чтобы здесь снова получилась единица, надо все вот это разделить на корень из n. Тогда тут получится 1. Если в итоге мы берем вот такую штуковину, то мы получаем снова вожделенное 0,1, но здесь уже появляется стремление к нулю какое-то, которое обнадеживает, дает надежду на то, что интервал получится хороший. Ну а как строить интервал? Ну, если такая случайная величина имеет стандартное нормальное распределение. Давайте возьмем любые две квантили. Ну, я говорю, x-гамм, не так. Квантили нормального распределения, давайте я напишу прям. Квантили стандартного нормального распределения обозначают u с индексом альфа. Это, ну, традиция такая, u с индексом. Вот, возьмем такие гаммы и бета, просто рассмотрим такие гаммы и бета, что у, скажем, гамма минус u бета, ой, зачем у гаммы? Не-не-не-не, что гамма минус бета равняется альфа, или больше либо равняется альфа, ну, пусть равняется в точности. Альфа – это уровень доверия. Мы хотим построить доверительный интервал с доверительной вероятностью не ниже альфа. Вот оно нам дано с самого начала. А теперь мы рассмотрим любые два числа гаммы и бета такие, что их разность равняется альфа. Так точно не очень быстро говорю, а? Нормально? Вот, по ним найдем u гамма и u бета. Ну, и совершенно понятно, что вероятность, с которой u, так, как я написал вот так, да, бета меньше либо равняется 1 на корень из n сумма по i от единицы до n кси и т минус тета на сигма, меньше либо равняется u гамма, это в аккурат гамма минус бета, то есть альфа. Вот и вся недолга, то есть замысел на поверхности лежал. Мы знаем, что это стандартная нормальная величина, поэтому вероятность, с которой она не превосходит u гамма, это как раз f от u гамма. Ну, для нормальной вот так пишут обычно φ. Это функция распределения стандартной нормальной величины. φ от u гамма равняется гамма. Это такое тоже классическое обозначение для функции распределения. Ну, раз мы знаем, что вот это как раз φ от u гамма, то мы получаем гамма, а это, соответственно, минус... Понятно, да? Вот. Господи, все время. Какая-то ерунда идет. Совершенно невозможно мешает. Но, с другой стороны, понимаете, вот если совсем не посмотреть, а вдруг от ректора там или еще от кого, ну, я не могу. К сожалению, жизнь такая. Вот. Да. Я надеюсь, понятно. То есть, если что-то непонятно, лучше спросите. Но мы еще не построили интервал. Интервал-то нет. Нам надо тету заключить в интервал. Я еще не доделал задачу. А вы спрашиваете, что? Нет, материнка. Да, хорошо, давайте еще раз проговорю потом. Хорошо, сейчас доделаю. Мне же нужен доверительный интервал для тета, а не для какой-то абстрактной n01. Ну, n01, понятно, это стандартное нормальное распределение. А мне надо тету загнать в интервал. Ну, сейчас надо просто решить. Два этих неравенства относительно тета. Аккуратненько. И все получится. И все получится. Так, ну, вот это неравенство надо решить. Да, то есть у нас получается корень из n, умноженный на u с индексом бета, и умноженный на сигма, меньше либо равняется сумма по i от единицы до n. Давайте вот так, к сиитах, минус n тета. То есть я домножил на корень из n и на сигма слева и с центра. А потом еще вот это суммирование к сиитах минус тета. Ну, просто разделил суммирование к сиитах и вычитание n тета. Ну, и справа будет, конечно, то же самое. Корень из n на u гамма и на сигма. Я не пишу вероятность, я пишу только сам интервал, который под знаком вероятности находится. Вот этот самый, просто переписываю его в новом виде. Я хочу решить относительно тета. Ну, по-моему, мы уже готовы. Чего тета не превосходит? Мы его перекидываем вот сюда, да? n тета перекидываем налево, а вот это перекидываем наоборот направо. И потом на n делим. У нас получается x с чертой, сумма по i от единицы до n к сиитах. А вычитается вот это вот, деленное на n. То есть вычитается u β σ, деленное на корень из n. И больше либо равно, это наоборот, мы сюда перекидываем, здесь остается x с чертой. 1n-я сумма по i от единицы до n к сиитах. Так, и минус, соответственно, у γ на σ, деленное на корень из n. Ну, я хочу еще заметить, что на самом деле один из этих минусов, это, конечно, плюс. По той причине, что u соответствующее отрицательно. Вот это вы должны осознать как-то, ну, в общем, это понятно. Вот, но замечательно то, что действительно у нас получился теперь доверительный интервал вот с таким ttn1 с крышкой, которая равняется x с чертой, минус нечто, поделенное на корень из n, и с вот таким вот очень похожим ttn2 с крышкой, которая тоже x с чертой. Ну, я напишу плюс, нечто, деленное на корень из n. Плюс в том смысле, что плюс минус бета, минусу бета. Вот такая вот ситуация. То есть мы видим, что доверительный интервал получился такой узенький, он болтается вокруг x с чертой, которая точечно как раз оценивает наш неизвестный параметр θ, и болтается на плюс-минус величины, которые стремятся к нулю при n стремящемся к бесконечному. Вся симптотический, он сконцентрирован около x с чертой. Ну, это, в общем, ожидаемо, конечно. Но вот так я его построил. Еще раз, вся идеология. Вот мы берем наши случайные величины, про которые мы знаем, чему равна дисперсия, и не знаем, чему равно математическое ожидание. Догадываемся, что нам, конечно, известны квантили стандартного нормального распределения, поэтому говорим, давайте-ка приведем вот эту нашу выборку к стандартному нормальному виду, но только каким-то состоятельным все-таки способом, то есть рассмотрев не одно слагаемое, которое, конечно, стандартное, нормальное, а цельную такую сумму. Но цельная сумма оказывается не стандартной, нормальной, поэтому мы ее снова нормируем на корень из n, чтобы n превратилась в единичку. И у нас получается уже вот такая хорошая, достаточно состоятельная в каком-то смысле, нормально распределенная случайная величина. Нам дано альфа, та доверительная вероятность, которую мы хотим получить. Мы берем любые совершенно чиселки гамма и бета, разность которых равна альфа, и по ним находим гамма и бета квантили стандартного нормального распределения. Они есть в таблицах, они есть на компьютере. Раз это гамма и бета квантили, то, конечно, вероятность того, что наша стандартная нормальная случайная величина окажется между ними, это и есть гамма минус бета, то есть альфа, так они выбирались. А дальше мы просто решаем это неравенство относительно тета и получаем окончательно доверительный интервал. Вот полное повторение того, что я проделал. Вот, это был первый пример. И второй пример, на котором мы сегодня все завершим, это наоборот, пускай у нас кси и т снова нормальная, известно математическое ожидание, но неизвестно дисперсия тета квадрата. Ну, подгонка под нормальное распределение здесь не очень хороша, можете подумать, почему. Но есть еще одно хорошее распределение. Ну, можно, конечно, подогнать, можно вычесть а, поделить на тету, там плохой интервал получится. Все, посмотреть, он будет не очень хороший. Вот, есть другая известная случайная величина, которая очень много где возникает и будет еще возникать в нашем курсе, без сомнения. Называется это распределение хи квадрат с n степенями свободы. Вот так вот пишется, считается хи квадрат с n степенями свободы. Что это такое? А вот что, мы берем, опять звонит, что ли, стандартные нормальные величины кси 1 ксен, какие-то, ну, неважно, независимые. Значит, берем независимые стандартные нормальные случайные величины и рассматриваем сумму их квадратов. Вот случайная величина, которая получается, это и есть пример, модельный такой, базовый пример, хи квадрат распределения с n степенями свободы. Так оно определяется. То есть можно найти плотность этой штуковины, и это будет плотность хи квадрат распределения. По определению просто. Это вот я вам напоминаю. Кто-то знал в рамках курса теории вероятности, кто-то не знал. Но вот есть такие случайные величины хи квадрат. Они тоже есть во всех таблицах, вместе со своими квантилями, критическими точками и чем угодно. Вот здесь лучше подгонять под хи квадрат. Ну, а подгонять под хи квадрат совершенно понятно как. Значит, надо взять сумму по i от 1 до n кси и т. хи квадрат минус а на тета в квадрате. Квадрат будет хорошо. Потому что если вы будете подгонять сразу под стандартное нормальное распределение, вам придется на тета делить. Вы даже для тета квадрат нормальной оценки не получите. Там корень придется какой-то извлекать, непонятно что. А здесь вы вычитаете а, сразу получаете нолик, делите на тета, получаете единичку. И после этого все суммируете с квадратами. Это и будет хи квадрат с n степенями свободы. Это понятно ведь, да? Если мы знаем определение, то понятно. Ну, для него находим, соответственно, точно так же квантили. Ну, там какие-то хи n квадрат, можно альфа тут дописать, хи, ой, альфа, гамма, хи n квадрат, бета. Опять с теми же самыми условиями, что гамма минус бета равняется нашему альфа. Здесь, видите, здесь уравнение относительно альфа даже решается. Не нужно предполагать, что итоговая вероятность больше либо равна альфа. Ну, равна альфа, почему нет? Вот, ну и все, и пишем, что между вот этими величинами вот такая штука лежит вот с такой вероятностью. И решаем это неравенство относительно тета квадрат, который благополучно находится в знаменателе. Понятно, как получается доверительный интервал в итоге? Ну, просто тета квадрат переносим сюда, тета квадрат переносим сюда, все получается. Вот, такой классический доверительный интервал для неизвестной дисперсии при известном математическом ожидании. Вот. Можно вопрос? Да. Я не знаю, я знаю. Вопрос. У меня, да, ага. Я знаю, вопрос есть. Ти квадрат, бот, н, гамма, ти квадрат, бета. Это квантилия уже этого распределения. Нет, нет, подождите, ну я вот, я дал определение квантиль, вот она определяется. Если есть функция какого-то, какая-то функция распределения, ну вот у вас график стандартный, вот. Есть функция распределения, да? Вот вы берете такую точку альфа, такую точку х альфа, чтобы f в этой точке равнялась альфа. Если вы хотите получить одну вторую, то это будет в точности медиана распределения. Серединка в том смысле, что вероятность оказаться левее ее, интеграл под этим, да? Ну под плотностью, не под этим, конечно, но понятно. Вероятность оказаться левее нее, вероятность оказаться правее нее одинаковая. А в общем случае квантиль вот это вот решение такого уравнения. Ну там может быть тонкость, состоящая в том, что функция распределения не обязательно такая вот, строго монотонная. Она может иметь разрывы, ступенечки. И тогда решение этого уравнения может быть несколько, целый отрезок. В этом случае мы берем инфимум, точную нижнюю грань, для определенности просто. Тех точек х альфа, для которых это равняется альфа. Вот, это вот определение альфа квантиля. Все, тут больше ничего знать не нужно. Ну слушайте, наверное, давайте на этом закончим, потому что что-то я рассказал. Все вполне замкнуто в себе, наверное, можно на этом закончить на сегодня. Времени, в принципе, уже 10 минут осталось. Но перерыв мы не устраивали, нормально. Если есть вопросы с той стороны, то можно с той стороны их задать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!